Привет всем! Вы на канале StepTop. На прошлой неделе на моем канале появилась новая рубрика, и в ней я буду говорить о картах Таро, эзотерике, непознанном, таинственном. В прошлом видео я немного рассказала о моем опыте с младшим арканом Восьмеркой и Жезлов, а сегодня я выбрала еще один младший аркан, но на этот раз мне захотелось поговорить о мечах. Пятерка мечей. Во-первых, сразу хочу сказать, что из четырех мастей именно мечи мне не нравятся. Они не только представляют стихию воздуха, а воздух это ветер. От них в прямом смысле веет холодом ледяная масть, и мечи ведь тоже из металла, а металл холодный даже летом. Вот, пятерка мечей, что мы видим, а ничего веселого. Как я уже и говорила, холод, какое значение принимает карта в моих раскладах, я расскажу. Вот этот персонаж, вот этот вот основной, большая, которая фигурка, в зеленой накидке, да. Именно этот персонаж, когда я раскладываю на себя, то это я и есть. От меня уходят те, кого я обидела. Ну и зря обидела. Мечи отвечают за ум, интеллект. Поэтому для меня это не физическая война или битва, а ментальная. Ну а что такое ссора или конфликт? Это битва и война нескольких умов. Несогласие в семье, люди начинают ругаться. Они не дерутся, но воюют между собой. А каким образом? А просто умами. Пытаются друг друга перебить, обидеть, унизить, оскорбить, ну и прочее. Вот, выхожу я вроде и победителем тут, вот в картинке. Только при этом немало и теряю. Испорчено отношение, испорчено настроение. Мечи все вроде бы и у меня, но я их просто отобрала. Якобы ментально я поразила противников, и они ушли. Но на самом-то деле это не противники вовсе. Плюс в том, что никто не убит и никто не ранен. И видно, что удаляются две фигурки с опущенными головами. Они не злятся и не плачут, а им обидно. Нет там ненависти, а обида есть. И может быть бились бы мы вместе против одного врага. И были бы союзниками, а я взяла и обидела их. Мечей нахапала себе. А зачем они мне одной, сама даже не знаю. Биться одной с врагом сложнее. И больше одного меча все равно в руке не удержишь. Так что карта для меня означает, что произошла или еще произойдет ссора. И конфликт произойдет с людьми, с которыми отношения не плохие. И они не враги мне вовсе. Просто глупо повела или поведу себя. Вот и обидела или обижу своих же людей. Вот это одна лишь карта. А чтобы понять, получится ли восстановить отношения или дружба потеряна навсегда, надо делать расклад. У меня расклады обычно из трех карт. И третья карта говорит о том, чем дело успокоится. И конечный результат показывает. Но вот тут на столе у меня не расклад. И вопрос я никакой не задавала. Просто показываю аркан и делаю такие наблюдения. Буду дальше снимать ролики о Таро. Само и даже полезно. Просто формулирую мысль и лучше понимаю карту. Так что польза есть для меня. И буду рада, если зрителям тоже это будет... Ну, если не полезно, так хотя бы любопытно. А на сегодня все. До завтра. Удачи всем. И не ссорьтесь, как это показано на карте.